Наша Пизанская башня. Так шутя прозвали жители местечка Харенка эту покосившуюся заправку. Хотя сейчас местным уже не до шуток. Более полугода назад вокруг строения, возникшего в непосредственной близости от 41-й школы, разгорелся настоящий скандал. Местные жители, родители учеников, даже выходили с акциями протеста против строительства АЗС. И это сработало. Ситуацию под личный контроль взял сам губернатор и запретил возведение станции. Но выяснилось, что родители рано праздновали победу. Спустя полгода результат таков. Строительство прекращено, но АЗС и ныне там. То, что происходит постоянное отслеживание за этим объектом, это мы видим, потому что осенью, когда были сильные ветра, упал забор. Ну и, соответственно, он был поднят в течение суток. Соответственно, за этим объектом приглядывают, но других каких-либо действий с ним не производят. То есть убирать на данный момент, вот это было в сентябре, сейчас у нас апрель, и никакой реконструкции данного сооружения не было. У местных жителей даже возникают подозрения. Не выжидает ли застройщик, пока страсти поулягутся, чтобы возобновить работы. Люди хотят знать, когда уродливое строение наконец снесут. Ведь оно угрожает не только архитектурному облику города. Когда упал забор, мы видели, что само основание подмыто. И, соответственно, вы сами видите, сейчас начнет все таять. Эти воды, они вполне могут размыть основание, которое там плохо у них укреплено. И все это может вообще упасть. Сейчас идет подтопление. Не факт, что не выпрят оттуда вешенными водами емкость. И это все всплывет и рухнет. Не за горами летние каникулы. Дети, как обычно, они любят всюду лазить. И не каждому поставишь воспитателя. Боюсь, этого не привело бы просто-напросто к трагедии. По нашей информации, после того, как городская мэрия запретила строительство заправки, от компании застройщика поступило встречное предложение – возвести автомойку на месте сооружения. Что в сущности одно и то же. Так что этот проект департамент архитектуры также не одобрил. Тогда застройщик пообещал демонтировать строение после того, как сойдет снег. В администрации нас заверили. Если к началу мая никаких подвижек к этому не будет, пизанской заправкой займутся вплотную. Наталья Романова, Андрей Семивулков, РТВ Иваново.